Я приветствую всех, кто смотрит телеканал Политвестник. И сегодня гость уже не нашей студии, просто нашей программы, вновь Константин Крылов. Здравствуйте, Константин. День добрый. Первый вопрос такой. Последние события в России все чаще заставляют пересматривать терминологические значения. Таким образом, протестующие уже все больше напоминают саму власть, а власть, наоборот, больше напоминает некую оппозицию. Оппозицию здравому смыслу, оппозицию закону, оппозицию стране и народу. Как вы это прокомментируете? Ну, во-первых, во-первых, вы, в общем-то, правы. По крайней мере, по второму пункту точно. Честно говоря, протестующие, собственно, не то чтобы напоминают власть, но нормальных людей они действительно очень сильно напоминают. Это я не льщу. Это просто можно посмотреть, проверить. Можно, например, выехать в Европу, в любой там европейский город и увидеть примерно то, что происходит в Москве. Только в Москве это считается чем-то экстремальным, а там это просто норма жизни. В любом европейском крупном городе всегда, обязательно, есть несколько каких-то мест, где собираются люди чем-то недовольные, и это свое недовольство проявляют. Причем это, в общем, такая же деталь городского пейзажа, как фонтаны или велосипеды. Относятся к этому делу уважительно, потому что гражданская активность, это там считается хорошо и нормально. Помню, в свое время попал я как-то в Прагу, и с большим удивлением за один день наткнулся на три пикета. На одном какие-то граждане левые, я так понимаю, ориентации, защищали палестинский народ. Ну, честно скажу, по-моему, популярностью они не пользовались, как-то мимо них так шли. А в другом месте студенты протестовали против того, что они считали уничтожением чешской науки. И, честно говоря, не совсем представляю себе чешскую науку, но, наверное, такая есть, и, наверное, уничтожать ее не надо. Но, тем не менее, это была совершенно такая конкретная толпа с транспарантами, с плакатиками, в основном самодельными. Вот ровно то, что мы видели в Москве. Только в Москве эти толпы были больше. Ну, так и Москва не Прага. Так вот, все это совершенно нормально. Нам уж то, что в Москве не было собственного гайд-парка и нет, собственно, это, конечно, вообще крайне странно. Потому что такое место в нормальном европейском городе должно быть. Мы, вообще-то говоря, так, на минуточку, нормальные европейцы. Так вот, а вот с властью, да, с властью проблемы. Она реагирует на нормальные вещи абсолютно ненормальным образом. Ей в ластушке объясняли, ребята, ну чего вы так кипишитесь? Ну, во-первых, может быть, например, не надо было, допустим, фальсифицировать те же самые выборы. Ну, кто ж вас просил-то? Вас даже партия «Единая Россия» просила этого не делать. Ну, как же, а вдруг проиграют? Так нет, я объясню. Я в свое время общался с представителями этой самой партии жуликов и воров. Все они были страшно недовольны сложившейся ситуацией. Причем не после, а до. Они все говорили следующее. Да что ж это такое? Раньше нам на предвыборную кампанию давали бюджет. На эти бюджеты мы, ну, конечно, что-то себе брали. Ну, вообще-то, например, делали всякие полезные дела. Например, какой-нибудь местный единорос смог, например, постелить асфальт на улице, покрасить сарай, починить больничку. Естественно, это прибавляло ему популярности. Так вот, выигрывали они не то, чтобы честно, этого никто не говорил, но не позорно выигрывали. И к тому же делали какие-то вполне хорошие дела. А тут, говорили они, на нас решили сэкономить. То есть сказали, никаких вам бюджетов не дадим, ничего не сделаем, просто цифры нарисуем. То есть даже, извините меня, та самая жуликовороватая партия, которая, конечно, действительно таковой является, и та была этой ситуацией крайне недовольна. Ну, какого черта навели эту экономию, а? Так вот, дальнейшее поведение власти тоже, честно говоря, далеко от адекватности. Пропускаем ситуации с митингами. Ну, вот возьмем, например, совсем свежие окупая. Ну, чем мешало этой самой власти то, что на чистых прудах, загаженном и забомжованном месте, это я говорю, извиняюсь, как человек, который там бывал по разным надобностям довольно часто. Так вот, скверик, в общем, не отличался уютом и гигиеной. Расположились, в общем, люди, которые достаточно корректно себя вели, никому не мешали. Они, кстати, убирались там. Да, убирались хорошо. Я, опять-таки, там был, лекцию читал, журнальчиком приехал, распространил его там. Нормальные, мирные, доброжелательные очень люди. А этот ущерб на 20 миллионов, говорят? Кустики поломали, говорят. Ну, это настолько откровенная собачья чушь. Какие кустики? То, что там, извините меня, на лавках всю жизнь бомжи спали, это было ничего? И с кустиками они ничего не делали, да? Ну, смешно же. Смешно, глупо, и как-то очень... Это такая смешная глупая подлость. И видно же. Ну, вот я бы сказал так. За власть в последнее время мне даже как-то неудобно. Ну, вот как представьте себе за человеком, который идет по улице, у него там, извиняюсь, штаны лопнули в неприличном месте, и видны, извиняюсь, грязные какие-то, я бы сказал, трусы с пятнами. Изгаженные из подня. Вот что-то такое. Ну, неприятное же ей-богу зрелище. Власть может быть страшна, может быть жестока, может быть, наоборот, скажем так, гуманна. Но вот сочетание, я бы сказал, жестокости вот этих вот рваных, грязных трусов производит какое-то особенно отталкивающее впечатление. Константин, а как бы вы оценили, точнее, как бы вы назвали уроки майских событий? В чем они заключаются? Я сейчас ничего нового не скажу, потому что урок тут очень простой. Дело вот в чем. Мы имеем дело не со случайным всплеском каких-то там протестных настроений. Сплеск – это такой бултых. Бултых – и все. Мы имеем дело с долговременным процессом. Я его в свое время назвал революцией. Люди не очень поняли, даже напугались несколько. А на самом деле это именно она. Только я должен сразу сказать, что я примерно представляю себе график и скажу, что это дело долгое. От чего, собственно говоря, образуется революция? От недовольства, как такового, она еще не образуется. Потому что должен быть второй фактор, весьма важный. Это определенная плотность социальных связей и уровень доверия. То, что Фукуяма в своей известной книжке назвал «траст». Доверие между людьми и количество, а также и качество очень важных контактов. У нас, собственно говоря, для того, чтобы предотвратить объединение общества против власти, эта самая власть всю жизнь использовала один и тот же прием. Я бы его назвал «социальный дефолт». То есть примерно каждые 30 лет у нас в стране решительно меняется все, прежде всего, правила социальной игры. То, что раньше было нормально, перестает таковым быть, это становится нельзя. То, что раньше было можно, становится запрещено и наоборот. Так вот, соответственно, все социальные связи рвутся, потому что непонятно, по каким правилам играть. Самый, скажем так, колоссальный социальный дефолт состоялся в 90-е, когда всю советскую социальность просто убили на корню. Но там просто вышвырнули идеологию за ненадобностью и заменили ее другую. Нет. Вышвырнули прежде всего, повторяю, систему социальных связей между людьми. Она полностью, абсолютно, вот я бы сказал, была доведена до нуля. Почему? Люди привыкли работать в трудовых коллективах, допустим, иметь коммерческие отношения по принципу, скажем так, покупатель-спекулянт. Они знали, что такое покупать в советском магазине. Они понимали, что такое родственные связи, основанные там на определенной системе отношений. Все было понятно. Эта понятность моментально, ну, в течение нескольких лет буквально, исчезла в никуда. И появились совершенно новые явления. Более того, эти новые явления специально разгуливали. Начиная от бандитов, которых тогда был приказ не ловить, вот так, чтобы действительно кровища по асфальту текла. Сам видел. До сих пор помню, как вылезаю я из метро «Белорусское», а на асфальте здоровенные лужи крови, мелухоличные бабки убирающие. Это говорят, ну, вот вчера разборка была с цыганами, ну, вот не убрали. Ну, вот, трупы валяющиеся на улицах, я сам через них перешагивал. Ну, вот. То есть все это даже как-то культивировалось? Это культивировалось. Или вот, например, такая деталь – фермерство. Сейчас оно, заметьте, полностью погибло. Одно время цвело. И один из людей, который сам фермером побывал, вот совсем недавно мы с ним разговаривали, говорил совершенно откровенно. А мне потом объяснили. Фермеров развели, дали им гигантские налоговые льготы и так далее для того, чтобы разрушить колхозы. Чтобы люди посмотрели вот на этих, которые живут роскошно, из колхозов выходили. А потом, когда это стало не надо, их прибили. Так вот. Полный социальный дефолт. Люди были атомизированы. И, соответственно, атомизированы до того, что никто абсолютно никому не доверял. Слово «кидаловое» стало, можно сказать, лозунгом эпохи. Почему сейчас люди так страшно боятся 90-х? И не потому, что было голодно, и потому, что было холодно. В войну тоже было голоднее и холоднее. А именно из-за ощущения полного социального дефолта, когда абсолютно любой человек другому был либо волком, либо чаще крысой. Вы считаете, что сейчас наступает новый социальный дефолт? Нет, а вот сейчас произошло нечто любопытное. Дело в том, что Путин, собственно, пришел на лозунге, может быть, неоформленном, но очень сильно висящем в воздухе, что он это все дело прекратит. Он даст стабильность. Стабильность, прежде всего, в понятных правилах игры. Эти правила игры будут таковые, что 90% всего будут забирать путинские чекисты, но, по крайней мере, это будут понятные правила, и они меняться не будут. Чекистский крюк будет достаточно крепким. Так вот, что я скажу? Путин действительно свои обещания выполнил. Вообще, нужно сказать, что наша власть действительно выполнила все обещания, которые дала. Правда, своеобразным образом, но выполнила. Ну, например, действительно объединило же общество. Против себя оно объединило, факт. Чего обещали, то и сделали. Так вот, соответственно, за следующие 10 лет социальность снова начала нарастать. Нарастала она при этом, что очень любопытно, в условиях, которые власть не очень понимала и не особенно контролировала. Ну, хотя бы потому, что в 98-99 появился более или менее внятный интернет, скажем так. Соответственно, сейчас, допустим, социальные сети являются одной из, скажем так, ведущих средств социализации людей. Чего нынешняя власть начала понимать только-только. Для нее это были все какие-то глупые игрушки, которые она проглядела. Соответственно, в какой-то момент люди начали немножко больше доверять друг другу. Потом появилось желание жить не только для себя и крыситься на других, но что-то еще и делать полезное для окружающего мира. Сеть стала расти. Я могу сказать, что все события, скажем так, октября, можно было, в общем, если не предсказать, я бы тогда предсказал, но понять, что что-то такое возможно, собственно, после известного года пожара. Почему? А потому что тогда возникло явление, которое в России в 90-х было абсолютно невозможным. Масса людей, тратя свои личные деньги, время и усилия, поехали эти пожары тушить. По ходу дела знакомясь, организуясь и так далее и тому подобное. То есть это была первая ласточка самоорганизации? Конечно. Так вот, соответственно, в декабре мы увидели тех же самых людей, на самом деле, которые, скажем так, уже имея какие-то навыки самоорганизации, сами пошли и других вытащили. Любопытно, что наши дорогие власти проглядели и это, и, кстати говоря, предыдущий момент, когда началась серьезная благотворительность. Когда, например, люди стали помогать детдомам или, допустим, домам престарелых, опять-таки, сами на свои шиши и так далее и тому подобное. Минуя власть. Да. Власть все это было тогда удобно и безопасно, типа, пусть играются, это ж не политика. А то, что люди при этом знакомятся, начинают думать, что, может быть, окружающее не столь ужасно, как им в 90-е представлялось. Повторяю, тогда были только волки и крысы. И в каждом человеке видели только либо волчью, либо крысяную морду. Так вот, это все было более или менее пропущено. Соответственно, выработался класс людей, которые, конечно, не надо называть креативным, какими-то там рассерженными, молодыми горожанами. Это все чушь собачья. Это не белые воротнички, не золотая молодежь. Да нет, конечно. Это не революция норковых шуб. Норковые шубы туда, естественно, прибежали, потому что главным свойством норковой шубы, вернее, ее обладательницы, является хорошее чутье. Люди в норковых шубах, между прочим, потому-то их и носят, что у них на сынисье. Они их держат по ветру, и если чувствуют, ага, вот надо туда, так они туда и идут. В этом отношении норковые шубы, кстати говоря, признак-то характерный. Но понятное дело, что, извините меня, норковые шубы там была одна, ну вот, а все остальные были кто в чем. Это были примерно те же люди, которые до того, допустим, лет пять назад привозили в детдома детские вещи, а три года назад, допустим, ходили с лопатками, то и тушили горящие торфянники, пока властные молодежки делали фотосессии. Так вот, это были примерно те же самые люди. Характерной деталью является вот что. Естественно, никаких лидеров у этого движения нет. Все те люди, которые себя таковыми объявляли, Все эти оргкомитеты? Да, оргкомитеты, в которых я сам, кстати говоря, заседал, были полезны, безусловно, но нужно понимать, чем они занимались. Они занимались сервисом. То есть, это были люди, которые договаривались с мэрией, писали какие-то документы, по большей части не очень нужные, но иногда бывали и полезные. Ну вот, обеспечивали, например, этот самый митинг. Некое связующее звено. Так вот, по большому счету, да. Модерация. Именно. Да нет, вот я говорю, сервис. По большому счету, это был классический случай, слуги народа. При этом они, конечно, слугами быть не хотели, они хотели быть, наверное, вождями. Но реально мы исполняли роль слуг, и хорошо было тем, кто это понимал. Так вот. А народ-то он выходил сам, с очень четкой позицией, которую я бы описал словами других посмотреть, себя показать. В этом отношении вот это вот очень видно было, как все это развивается. Например, на первый митинг люди еще более или менее шли под какими-то партийными знаменами. На последних уже вот шли политические, шли они более или менее отдельно. Ну вот. С к ним нормально относились, но присоединяться вот так уж не торопились. И шло море людей с самодельными плакатиками, на которых там сами что-то рисовали. Иногда очень смешное, кстати. С какими-то собственными лозунгами, с воздушными шариками, наконец. Так вот. Вышли они просто потому, что почувствовали, что вот им в этой самой толпе будет приятно, комфортно, с кем-нибудь познакомиться. Вообще, хороший день, чего уж не выйти, не показать, что мы есть. И сделать с этим уже ничего решительно невозможно. Константин, ваш прогноз. Вот 12 июня ожидается новый марш миллионов. Что будет в июне и дальше? Я могу сказать следующее. Например, прогноз на первый марш миллионов все, и я тоже, давали негативный. Негативный в том смысле, что мероприятие было задумано, на мой взгляд, как провальное. Даже название его было провальное. Ну, то есть, понятное дело, что миллионов не будет, а любые другие цифры будут выглядеть смешно. Так вот. Все, в общем, кто на него шел, ожидали, что будет небольшая кучка людей. Но выяснилось, что таких ожидающих оказалось до черта. Так вот. Поэтому, например, прогноз на провал или успех следующего мероприятия, пожалуй, я бы давать не стал. Могу только сказать следующее. По идее, все факторы играют против него. Начиная с начавшегося лета, там, дачного сезона и прочих прелестей. И кончая, например, тем, что власть четко продемонстрировала, что готова и, главное, хочет, что называется, применить насилие. Потому что, например, на предыдущем, заметим, вполне себе легальном мероприятии, насилие применялось в каких-то диких количествах. Я, как человек, который все это дело видел с расстояния метра, скажем так, могу сказать, что меня поразила, скажем так, какая-то вот тупая жестокость, которая была проявлена. Репрессивная машина включена. Ну да. Так вот. Они действительно вот включили эту самую машину, причем теперь уже включили ее, как-то вот так вот давят на все кнопки. Но какого черта, например, вот действительно, какого черта не дали провести этот самый несчастный митинг? Казалось бы, они что, не понимают, что лучшим выступлением для Леонгольцова и Немцова – это их стаскивание с трибуны? Тут ничего лучше не скажешь. Что называется, все не просто понятно. Все, что они могли бы сказать, просто показано. Так вот. Но нет же. Реакция, на мой взгляд, инстинктивная, чрезвычайно тупая и направленная, судя по всему, на то, чтобы показать обществу, кто в доме хозяин. Но общество на все это дело, конечно, смотрит и понимает, что у нас действительно во голове всего этого дела, как бы вот выразиться поприличнее, слова типа «охреневшие суки», наверное, все-таки не совсем литературные. Хотя подходят. Ну вот примерно это они все и думают. Ну действительно, сидит какой-то этот самый Путин, обколовшийся ботоксом, ну вот уже, судя по всему, не соображает. Это я сейчас не свои слова говорю, это вот примерно то, что сейчас говорят всякие мои знакомые. Из таких нормальных, совершенно офисных хомячков. Они говорят, ну действительно сидит, ботоксом обкололся, теперь намерен, судя по всему, жить вечно, и чтобы при наших внуках еще царить. Да пошел он. Так вот. И надо сказать, что да, конечно, люди там, может быть, под дубинки не пойдут. Им не хочется, чтобы им стучали по голове и давали потом неиллюзорные сроки за то, что они по улице гуляли. Но власть-то это дело не спасет. Потому что, повторяю, массовое отчуждение народа от власти, которое сейчас пошло, оно именно массовое, именно отчуждение. То есть если раньше их там боялись, уважали, но при этом считали по сумме всего, ну черт с ними, пусть сидят, главное, чтобы там типа войны не было. Но сейчас у всех ощущение следующее. Никакой войны не будет, мы этого не допустим. Вот это вот, кстати, очень важно. А нет такого ощущения, что сама власть как будто даже расширает? Ну вот, а вот войну устраивает против нас вот эти вот уроды, и нужно это как-то прекратить. Так вот, я думаю, что в течение этого года, да и следующих, общество, которое, повторяю, нарастило плотность социальных связей до нужной величины, начнет власть удивлять всякими разными штуками. Например, ну кто ожидал этих окупаев? Да никто. Что? Кому-то пришла в голову, что называется, идея скопировать типа американский опыт. Заметим, кстати, в Штатах этот самый окупай и прочие такие явления, ну формы жизни. Было ли приятно, допустим, банкирам Солл-стрита на все это дело смотреть? Да нет, очень неприятно. Но как к этому относилось американское общество? А вы терпите, жирные котики. Вы тут, извините меня, фуа-гру ложками жрете, так вот посмотрите, что мы про все это думаем. И заметим, кстати, американские власти ровно до того момента, пока там не начались действительные безобразия, они там начались. Что, в общем, к сожалению, можно было предсказать. В общем, вынуждены были все это терпеть. А у нас начнутся? Я бы сказал так. Я удивлен скорее, что они не начались, просто потому, что, извиняюсь, прекрасно знаю, что никто не отменял институт провокаторов. Так вот, судя по всему, та система безопасности, которую смогли, скажем так, сформировать, обеспечить окупаевцы, и которая была, по сути дела, многоуровневой, начиная от укоризненного взгляда и кончая ребятами-националистами, которых там выставили как раз на охрану. Ну вот. Она, в общем, работала лучше, чем ожидали те товарищи, которые там, видимо, пытались действовать такими методами. Я знаю, что было там несколько человек, которых из лагеря прогнали, просто за неадекватное поведение. Так вот, судя по всему, скажем так, дальнейшее может быть еще более неожиданным. Ну, например, литературная прогулка пресловутая. Я в ней, кстати, участвовал, поскольку худо-бедно все-таки писатель фантастики. Решил, что имею некоторое моральное право выйти. Ну, я ожидал, что, ну, будет там Быков-Акунин, небольшое количество любителей Быкова и Акунина. Выяснилось, что там огромнейшая толпа литераторов, видимо, а критиков-рецензентов с дубинками, в общем, практически и нет. Причем толпа была такого размера, что критика была более чем деликатной. Власть тоже этого не ожидала? Да никто не ожидал. Им пришлось там улицы перекрывать и так далее, и тому подобное. Причем, что любопытно, толпа шла абсолютно организованно. Ее никто не организовал, просто люди были не настроены ни на какое безобразие. Все были в очень хорошем настроении, мирно шли, дошли до этого самого Акупая. Ну, вот я там, кстати говоря, устроил импровизированную лекцию о том, что такое национал-демократия. Хорошо слушали, кстати. Журнал продавал. Все остальные там тоже разбрелись по каким-то таким же делам. Кто-то выступал с памятника, кто-то еще. Все это было весело. Я бы сказал, с настроением, что... А что мы, собственно, делаем плохого? Это было искренне? Да, абсолютно искренне. У этих людей, что очень важно, нет ощущения, что они делают что-то плохое. Они ощущают себя полностью в своем праве. И вот с этим чувством уже ничего не сделаешь. Спасибо вам большое, Константин. Я благодарю Константина Крылова, нашего эксперта, за ответы на наши вопросы. Смотрите «Политвестник». Спасибо.